Друзья, здравствуйте! Сегодня наша очередная встреча, посвященная новому о знаках Зодиака. Ну и, разумеется, о планетах, которые продолжают непрерывно двигаться по этим знакам, а иначе говоря, по эклиптике. Мы уже с вами знаем из наших предыдущих встреч, что некоторые планеты, такие как Меркурий и Венера, действуют на различные знаки Зодиака, то есть на людей, в момент рождения которых Солнце находилось в том или другом знаке Зодиака. Так, собственно, мы и определяем свой знак Зодиака. Так вот, эти две планеты на разные знаки Зодиака действуют по-разному. И это, в общем-то, достаточно новое о знаках Зодиака, хотя этой теме многие-многие-многие столетия. Но все остальные планеты, а именно Луна и Солнце, ну, их называют светилами, но, так сказать, в терминологии астрологии их мы тоже будем называть планетой. А также Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, они действуют на все знаки Зодиака одинаково. То есть ни у одного знака Зодиака нет никаких преимуществ перед другими. Так вот, период обращения Нептуна, то есть полного прохождения всех 12 знаков Зодиака, около 165 лет. В 2023 году, то есть сегодня, Нептун находится в знаке Зодиака Рыбы. Знаки его владения, где он обладает максимальной силой и адекватностью своих действий, Стрелец и Рыбы. В среднем Нептун проходит один знак за 14 лет. И все люди, родившиеся в этот период времени, имеют сходно выраженные нептунианские качества. В Рыбы Нептун вошел в 2011 году и покинет этот знак своего владения, где он имеет максимальную силу, в 2025 году. Возраст этой генерации людей не превышает 12 лет. Они слишком молоды, чтобы заметно проявлять свои способности. Ну, я имею в виду, заметные всему остальному населению Земли. Предыдущий знак своего владения – Стрелец. Нептун проходил с 1970 по 1984 год. И здесь же совсем другая история. Сегодня людям, родившиеся в этот период времени, от 39 до 53 лет. Этот возраст – возраст расцвета человеческой личности. Пик физического, интеллектуального и эмоционального развития человека. Именно эта генерация людей сегодня пытается проводить в жизнь идеи гуманитарной помощи обездоленным, сохранение природных ресурсов. Особое внимание уделяется очистке водных пространств и всему, что связано с морями и океанами. При этом, вместо четких объективных расчетов, в основу действий часто становится эмоциональное решение, часто не основанное на объективной оценке реальности. И поэтому далеко не всегда эти действия, так сказать, этими действиями достигаются ожидаемые результаты. Ну что ж, друзья, сегодня мы прощаемся. До скорой встречи мы будем говорить об Уране. Тоже медленной планетой, очень важной, и действия столь же глобально, как действия Плутона и Нептуна. Всего хорошего, успехов вам!